здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами индомит и сегодня у нас очередной обзор наш любимый граммир танков атлесты games и сегодня у нас на обзоре тяжелый советский танк 10 левела проходная прокачиваемая ветка st2 до 2 стволочка вот такой вот 3d стиль прикольный смотрится очень мощно и кстати если ты забыл подписаться на канал самое время это сделать тебе не сложно а мне приятно буду рад твоей подписке ну а мы с вами отправляемся на обзор бронирования st2 погнали итак господа коллижен модель нашего st2 ну и давайте начнем с корпуса с нлд 208 205 ну скажем так слабовато и даже с пытаться танковать передом то это будет делать затруднительно касаемо нлд ослабленная деталь корпуса 247 влд 262 вверху ну тоже назвать и на десятом уровне бронирования верхней лобовой детали достаточно ну блин ну что для десятки маловато суда понятно не всегда будут пробивать обычными снарядами и голдовым но голдовыми в легкую люк мехвода 231 267 здесь по краям над гусеничные полки нормально зашиты 390 тут даже говорить нечего башня у нас такая особая форма начнем с маски 327 вверху 338 330 маска годная промеж стволов у нас 330 основная передняя лобовая деталь вот ближе к маске который 328 317 тоже тут все четко щеки 400 500 500 600 не пробить верхняя планка 100 миллиметров не взять ни одной пушкой в игре даже по правилу трех калибров касаемо лючка вот ключок до находится передней части и это ахиллесовая пита этого танка этой башни ну тут 250 ничего с этим не поделаешь борт у нас вот такой вот интересный с ваш бортами 140 миллиметров верху 153 при танковании от борта мы имеем там 600 дофига короче хорошо танкует даже подставляя щеку которую завалены еще не только в горизонте но и вертикали приведенная броня тоже такая немалая 207 и столько голдовый вот такое вот бронирование ребят так с броней разобрались относительно корпус конечно слабовато вот башни неплохо но блин люк этот портит все на свете давайте поглядим на орудие 10 левел на двухстволочку это 122 миллиметра альфа 440 бронепробитие на основном 258 310 на голде заряжается каждый снаряд последовательно 11 целых семь десятых секунды к д между выстрелом на этой двухстволки 5 секунд вот время залпа можно залповать с двух орудий вот там получается три секунды помочь до 04 точность время сведения конечно долговатое три секунды это нужно учитывать пулевую модернизацию еще не качал вездеходную ходовую во втором блоке здесь у нас ну точность и так неплохая поэтому рекомендую прокачать притирку шерсти не наведения звукоизоляцию в пятом блоке так здесь скорость поворота ходовой все такое дополнительно но мы здесь звукоизоляцию и так качнули вот думаю может быть все таки здесь прокачать демонтаж обшивки так восьмом блоке блин это это важно я бы либо ничего не качал вот здесь прочность внутренних все-таки тяжелый танк это это очень важно наверно ничего бы не качал в шестом блоке мы будем с вами качать огневую мощь по оборудованию естественно закалку естественно стаб и предлагаю поставить сюда вентилятор по снарядам основной ббх голда у нас кумулятивный снаряд ббх летит 940 кумулятивный 920 не самая лучшая скорость полет снаряда тут чё говорить по снаряжению ремка аптечка автоматический огнетушитель я до паек пикнул у нас два заряжающих целом пять членов экипажа перки наблюдаете перед собой в табличке по увы ну советский танк но у нас присутствует увы на минус 8 до минимально комфортные на советском тяжелом танке есть и это хорошо по хп 2 750 более чем все зергут по мобильности 40 вперед 13 назад 12 лошадей на тонну намекает нам удельной мощность что свои 40 он достаточно долго будет набирать и это действительно так по обзору 448 метров то есть обзор здесь достойный вот ну это еще благодаря вентиля вот в частности а по плюсам минусам машины хороший обзор хорошее количество хп неплохое бронирование касаемо башни но есть лючок от борта хорошо играет вот по пушке у нас присутствует увы на у нас нормальная альфа хотя могли бы сделать 490 но у нас два ствола поэтому сделали 440 более-менее конечно в меняемой скорость полета снаряда она не совсем жуткая но все равно к ним нужно привыкать бронепробитие средние средние вот по мобильности в принципе он едет но сказать что быстро нет сказать что медленно тоже нет обычный тяжелый прям реально хороший тяжелый так ладно предлагаю же отправиться в бой давайте посмотрим собственно ст2 на что способен погнали так господа обзор боем у нас ст2 тяжелый советский танк 9 левела 9 10 обзор боем вот такой красавец двухстволочка ага кори 32 яге я даже знаю я будто они все стоять вопрос что нам делать да ЕБР у них уже На плодичке Красавчик Это ВПшечка у них проехала Цепку Чифтейну жопа, надо отходить. Чифтейну жопа, надо отходить. Чифтейну жопа, надо отходить. Наши понизу сейчас продавят ЕБР, я надеюсь, он свой нос не высовывал там. Всё, с ЕБР покончили. Так, ну чё, пазика надо тебе доковыривать. Ключок не пробили. Нифига себе он исполняет. Поехали за ним. Так, до плана осталось чуть-чуть, что у нас там по плану? Да хотя где чуть-чуть, 5400. Е-мое, тут ещё 1,5к потерь. Вех подвижности мало. Поехали. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Красивый, конечно, 3D стиль... Короче, пишите свои комменты, что вы думаете по этой машине... Я по пятибалльной системе ставлю тачке твердую четверку... Она хуже не заслуживает, по сути... Машина абсолютно нормальная... Можно на ней воевать... Подписывайтесь на канал, прожимайте лукаса... Ну, я вам говорю, до скорых встреч, пока! Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео... Подписывайтесь на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик... Чтобы быть в курсе всех новых стримов... И самых последних обзоров по нашей любимой игре... Продолжение следует...